В роддоме номер 4 последний рабочий день перед отпуском. С понедельника учреждение уходит на каникулы. Утро выдалось напряженным. Пять родов подряд. Еще несколько на подходе. Кроме того, в больницу сегодня пришли гости из общественной организации «Колыбель», чтобы поздравить врачей, медперсонал, мамочек и их младенцев с Днем защиты детей. Год по рождаемости у нас сейчас на том же уровне, что и предыдущий год. Какого-то снижения пока мы не отмечаем. На сегодняшний день у нас уже родилось за первые пять месяцев более тысячи детей. То есть, если быть точнее, тысяча двадцать. В палатах находится около 70 женщин. 30 уже стали мамами. Их и поздравляют благотворители. Собрали хорошие и дорогие подарки. Это предметы первой необходимости на общую сумму в две тысячи рублей. Там большой набор для мамы. Очень нужные вещи. Там и памперсы, и бутылочка, и расчесочки, и какие-то гели, пеленочки, распашоночки. То есть, набор очень большой, хороший. И с ним можно, в общем-то, начинать такую новую жизнь. В роддоме сейчас находятся четыре многодетные мамы. Марина – одна из них. Пару дней назад она родила маленького Илюшу. Крошка недоношенный, поэтому за ним сейчас особый уход. Марине не привыкать быть мамой. Ее сложностями воспитания не удивить. У меня семь детей с рожденным мальчиком. Ну, потому что, как бы, мы христианская семья. Вот, мы верующие. И Бог дал. Значит, надо брать и рожать. Дружные все. Во-первых, это потом, значит, здесь, как бы, уже не замечается. Просто, когда вот большая семья, просто все друг другу помогают, и уже нет такой вот большой, как бы, на маму вот именно вот заботы слишком большой. То есть, как бы все друг другу помогаем. Женщина имеет право выбрать медицинское учреждение, в котором хочет рожать самостоятельно, вне зависимости от того, где живет или прописано. Поэтому каждый роддом старается показать себя с лучшей стороны. Заманивает хорошими медиками, отличными условиями, уверенной статистикой и вот такими добрыми благотворительными акциями. Мария Смирнова, Антон Осипов, Эфертова, Иванова.